На своем деле Виталий Лиленко вместо собаки съел гриб. Мужчина запустил необычный для Сахалина бизнес, завел специализированную теплицу и теперь выращивает шампиньоны. Опытный инженер переквалифицировался фермера и организовал свое дело на Дальневосточном Гектаре, благодаря государственной поддержке. Я обратил внимание, что в магазине нет свежих грибов, только консервированные. Решил вырастить их в огороде, у меня ничего не получилось. Я начал изучать вопросы, и вот все это развилось, вот в это все. И в то время как раз набирала обороты Дальневосточный Гектар программа. Сахалинец обосновался в селе Лесном Корсаковского района. Чтобы его продукт был качественным, а земли приносили большой урожай, Виталий уехал за знаниями на материк. Фермер перенимал их у коллег из Удмуртии. Я там прям работал, и все этапы, все своими руками мне показывали, рассказывали. То есть я был как вовлечен вообще во все. Выращивание шампиньонов – дело кропотливое и дорогостоящее. Первоначальные затраты на закупку оборудования и сырья превысили 6 миллионов рублей. Если бы не поддержка, реализовать такое начинание получилось вряд ли, уверен Виталий. Из бюджета Корсаковского района фермер получил субсидии на покупку, доставку и монтаж климатических установок. А также приобрел новый трактор по программе льготного лизинга. Так получилось сэкономить и направить на развитие бизнеса около 3 миллионов. Не знаю вообще, занялся бы я вот этим, если бы не было программы, например. Потому что где строить, на чем это делать. Тут программа есть, вот тебе земля, все, только занимайся. Первый урожай на Сахалине Виталий не обрадовал. Он собрал всего 50 килограммов. Однако мужчина понял, что островной климат не помеха для производства прихотливого сорта грибов. Спустя два года показатели значительно выросли. Теперь фермер получает около полутоны шампиньонов примерно за два месяца. Они вообще сразу обрезаются, но сейчас объем маленький, мне проще, например, здесь сорвать их, потом обрезать. У фермы много поклонников, поэтому урожай раскупают быстро. Свежие грибы пришлись по вкусу знакомым Виталии и островным семьям с детьми. Кроме того, шампиньоны можно найти в продуктовом магазине в селе Лесное. На достигнутом предприниматель останавливаться не собирается. В планах у него создание компостного цеха и увеличение производства. Кристина Ким, телекомпания ОТВ.